Всем привет на канале Александр М. Брест Сегодня к нам в гости попала болгарочка метаба Модель W8-125 Quick Которую необходимо обслужить Для начала посмотрим на небольшой люфтец шпинделя Явно подшипнику уже приходит гега Но гега подшипнику еще не пришла Поэтому хочу похвалить хозяев вот таких болгарок Которые заблаговременно сдают свой инструмент на обслуживание А не тогда когда уже все поразвалилось в чертовой матери Так ладно, давайте разбирать и смотреть что конкретно под замену Первым делом лезем к щеточкам Открутили и скрываем Сразу перевернем болгарочку И отщелкнем заднюю вот эту часть корпуса Для того чтобы долезть и до второй щетки Добрались до щеточек И давайте их вынимать из шахты Это мы делаем для того чтобы беспрепятственно достать ротор То же самое со второй После этого давайте снимем фиксатор защитного кожуха Он у нас держится на одном стопорном колечке Снимаем стопорку и сам фиксатор потихоньку тянем вверх Сняли мы его для того чтобы он не мешал нам раскрутить корпус редуктора Так, теперь отвинчиваем корпус редуктора от корпуса электрики И достаем корпус редуктора с якорем Вот так вот Ну вот и осталось открутить флянец Открутили и давайте вскрывать Давайте еще раз заценим люфтец Ну есть малеха, правда? И будем смотреть что конкретно под замену Ну то что этот подшипник под замену я думаю даже и говорить не надо Он у нас идет в сборе вот так Потом Нижний подшипник Плохой Верхний как бы я не сказал бы что прям трупешник Но до кучи лучше поменять Также заменим игольчатый подшипник внутри корпуса редуктора Размер его 6 на 10 миллиметров Если кому интересно По поводу щеточек Ну как бы их еще менять рано Процентов 30 только сносилось Помимо все этого Надо немножко докинуть смазочки в редуктор Так как здесь ее что-то как-то маловато Ну и конечно же Перед тем как приступить к ремонту Инструмент необходимо продуть И почистить шахты В которых стоят щетки Для того чтобы щеточки не подвисали А если кому-то интересно что будет если подвиснуть щетки То видео по ссылке в описании Приступаем к продувке и чистке Продули всю эту красотищу И давайте потихоньку приступать к ремонту Аккуратненько сбиваем корпус редуктора Затем берем ключик на 9 И откручиваем Гайку которая держит ведущую шестерню Верхний подшипник очень плотно прилегает к крыльчатке Для того чтобы снять подшипник не повредив крыльчатку Необходимо использовать специальный метод снятия подшипника Если вы хотите чтобы я на эту тему снял видосик То пишите об этом в комментариях Сняли верхний подшипничек Абсолютно не повреждая при этом крыльчатку И давайте снимать нижний Сверху стоял 608 Снизу стоит 626 Установил на ротор я подшипники фирмы NSK И NMB Почистили ведущую шестерню И давайте ее сразу установим на ротор Зажимаем без фанатизма Значит ротор пока что отложим в сторонку И займемся ведомой шестерней Для того чтобы ее открутить нам понадобится Ключ на 17 И ключ на 13 В моем случае Моя любимая Книпекс Кобра И обычный ключик на 13 Откручивается гайка Против часовой стрелочки А все остальное достается просто вручную Вот так вот Сняли с ведомого вала все детали И давайте его выпрессуем Почистили вал Подобрали новый подшипник И напрессовываем А сегодняшним спонсором Напрессовки подшипников Является Кировский военный завод Лепси Ах красота Так теперь давайте Доставать содержимое из нашей Ведомой шестерни И чистить Ну а после чистки естественно Собирать Собрались ее чудо И давайте подожмем Ну вот и осталось Заменить нам Последний подшипничек А именно Игольчатый подшипник Который стоит в корпусе редуктора Размер его повторюсь 6 на 10 миллиметров Стоит в этой метабе Подшипник фирмы Ина Будем ставить Аналогичный Снимается подшипник Очень-очень просто Достали игольчатый подшипник Из корпуса редуктора Чистим все это дело И будем вставлять Новый Тоже фирмы Ина 6 на 10 миллиметров Запрессовали новый подшипник Сразу мазюкнем Его и редуктор И будем устанавливать Ротор Сразу установлю Крышку корпуса редуктора С ведомой шестерней Как всегда повторюсь Перед тем как закручивать крышку Обязательно убедитесь Что зуб не попал на зуб Теперь берем корпус электрики Берем резиночку И устанавливаем ее В посадочное гнездо Ставим Воздухозаборник Как всегда Капелюшечка Лубрикантика На нижний подшипник Дабы ничего не стало На перекос И можно устанавливать Наш Ротор Вот так вот Давайте сразу прикрутим Ну вот болгарочка Практически и собрана Остается поставить Щетки в заблаговременно Почищенные шахты То же самое со второй После того как щетки установлены Берем верхнюю накладку Поправляем тягу Которая будет включать кнопку включения Прицеливаемся вот этими вот Двумя клыками В ответные выемки В корпусе электрики И Вот так вот Вставляем Теперь наша задача Аккуратненько Завести провода Здесь под них Специальный паз Ну вот и все Остается накрыть Верхним корпусом Ну и естественно Прикрутить Ну и последний штрих Необходимо установить Фиксатор защитного кожуха Прицеливаемся фиксатором На штифтик Затем берем отверточку Оттаскиваем пружинку Вот так вот И утапливаем наш фиксатор Вот так После этого Необходимо установить Стопорное колечко Вот так вот Ну вот мы наше чудо техники И досолирали Поэтому Давайте проверять Лучше чем новое Никакой вибрации Никаких лишних шумов Супер Ну а я надеюсь Что видео было полезным Поэтому подписываемся на мой канал Делимся этим видео Ну и хватит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И давайте потихоньку Приступать к ремонту Для начала Берем ключик на 9 И... И роняем его Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok